Всем привет! С вами Владимир Сидоренков, студия заточки ADEMS, Международная Академия заточки ADEMS. То есть я хотел бы продемонстрировать новую приспособу для станка Pull Drive, которая предназначена для заточки ножей круглых для слайсеров. Она состоит из вот такой направляющей, которая устанавливается на посадочное место после того, как мы снимаем магнитное основание. Понятно, что мы снимаем кожух и ручку выворачиваем вот в эту сторону. То есть потом нам будет удобно держать камень, которым мы будем обрабатывать саму фаску. Также сюда идут вот такие конические прижимные элементы. Вот так они выглядят на конус. Это под разные диаметры внутренних отверстий самих круглых кругов. Еще есть вот такая приспособина, она ложится сюда. То есть это если, например, отверстие будет меньше и, соответственно, нужен будет более жесткий прижим, именно ближе к центру окружности. И наоборот, если необходимо усилить по краям, то есть также, соответственно, здесь вот такое приспособление. Оно тоже очень удобно в плане жесткости на момент прижима. Вот, то есть нам, в принципе, сейчас при... Здесь все в допусках очень хороших. Я имею в виду отсутствие люфтов. Вот, поэтому сейчас я ее аккуратненько вытащу. Вот, то есть мы сейчас также, еще раз повторюсь, на штатное посадочное место. Вот такой вот у нас идет слайсер. То есть здесь внутренняя окружность 40 мм. Вот, и наша задача его заточить. Соответственно, делать мы это будем по передней поверхности. То есть в данном случае вот здесь будем формировать фаску, подвод. Ну, кому как удобно, кто как привык слышать эти слова. Вот, я попробовал, который у нас идет диаметр 40 на 60. Ну, то есть здесь как бы, да, в разбеге. Вот, он, ну, к сожалению, прям еле-еле-еле прям вот в 40 туда заходит. Ну, потому что здесь диаметр сам по себе 40. Поэтому я беру, вот он, 25, от 25 до 44. Он прям сюда аккурат входит. И то есть здесь, вот у этого, у этого иконической шайбы, да, то есть она максимально, максимально прижимает. То есть здесь отсутствуют люфты. И она, то есть прям, вот, центрует очень хорошо. Вот, пока используем вот такую вот шпильку. Ну, то есть здесь я ставлю шайбочку, да, вот. И, соответственно, вот таким вот обранным, то есть контрагаем. Одну прижали, соответственно, вторую прижимаем. Ну, то есть вот я проверяю как бы с усилием, то есть здесь ничего не шатается. И самое приятное то, что здесь практически нету биения. Ну, я имею в виду, что если вот сейчас включить, вот, я показываю. То есть оно существует, но прям очень минимально. Вот, возможно, его там ранее затачивали или там он подстёрся. То есть я вижу, что здесь есть повреждения, как бы, самой рельщик кромки. Но сам факт того, что здесь даже можно, ну, там, я не знаю, поставить гаечный ключ и попробовать, то есть раскрутить как бы саму шпильку и максимально там, допустим, добиться того, что биения практически не будет. Ну, соответственно, вот после уже такого, после такой установки, собственно, он готов к заточке. То есть, что я использую? Я использую, как бы, сейчас покажу. То есть, либо вот такой круг, здесь зерно, насколько я помню, F60, либо как доводочный вот такой вот. Ну, имеется в виду, что вот я могу поставить здесь вот камушек просто на саму. Вот, я вот такие вот риски нарезал, да, то есть, чтобы у меня этот камушек упирался. И всё, я буду вот так вот просто держать круг и, собственно, без отрыва от производства делать грубую обдирку. То есть, потом его можно убрать и дальше уже делать, вот, например, это уже зерно F180, да, то есть, под него, как бы, тоже риска и по факту в тот же угол. Ну, дальше, то есть, сам заусенец, ну, и, собственно, мы уже добьёмся. Можно, там, на фронт-плейт положить его, да, то есть, ну, как бы, именно по задней поверхности, то есть, это чиркнуть. Ну, здесь уже, как бы, возможности по поводу устранения изусенца, это уже, как бы, каждый будет принимать решение в зависимости от того, какие у него станки есть. Вот, но даже если, даже если, например, к примеру, если у вас существует ручная точилка, ну, вот у нас есть точилка Танто, да, то есть, у неё есть бланки, то есть, можно один круг, один камушек подставить вот сюда и вторым, соответственно, камушком, то есть, сделать такой некий микроподвод. Вот, и, то есть, таким образом, как бы, ну, вращение будет, в данном случае, против часовой. Вот, мы прям рядышком их два вот так вот поставим, и, то есть, в момент, ну, то есть, одновременно будет, как бы, стачиваться и та сторона, и эта, то есть, и мы можем устранить заусенец. Ну, конечно, камушки нужно брать, в данном случае, здесь 200 на 160, 160 на 125, ну, конечно, нам будет брать меньше, там, например, 50 на 40, или, там, 20 на 14, то есть, они есть, но это я показываю, как варианты. Вот такая вот приспособа, будем сейчас затачивать. Вот такой вот он нож. Ну, вот так вот, вот выглядит нож до начала заточки, то есть, вот сейчас пробежал скол, на режущей кромке было видно, вот, сейчас будем ее затачивать, и, как раз, ну, вот эти вот они, все сколы, неровности режущей кромки нужно будет устранить. Ну, вот сейчас поймали угол, и, как раз, вот, грубым кругом, сейчас будем устранять основные все сколы. На тысячах оборотов работаем. В принципе, гребет очень хорошо. Сейчас пока уберем сколы, как раз выйдем на вершину самой паски. Вот, то есть, сейчас работаем с непосредственно с режущей кромкой. Вот, угол изменили чуть в тупизну, на, буквально, где-то там, на 0,2-0,3 градуса. То есть, здесь можно также использовать электронный угломер, в принципе, да, но, как бы, в данном случае мы это делали, будем говорить, на глаз. Вот такой глубокий задир, где-то здесь может, ну, примерно 0,4, даже может 0,5 миллиметра. Глубина большая, поэтому кругом, который у нас F-60, придется, конечно, долго сейчас снимать, то есть, чтобы его устранить. Вот мы задир глубокий убрали, сейчас перешли на F-180, вот, то есть, это такое у нас, уже будем говорить, предпининг для этого круга, для слайсеров, то есть, как бы, и заусенец станет более мелкий, то есть, практически незаметно, и снимать его потом, впоследствии, будет гораздо легче. Устранение заусенца на плоскости планшайбы фронт плейт у слайсера. Давайте попробуем. Продолжение следует...